Место и дату на роджении и рассказывайте максимально подробно все, что вы памятаете со своего життя, для истории. Все, готов. Пишем? Ну я Миклашевич Густырь Радослава Яновна. Родилась я 31 августа 1930 года в городе Минске. Я второй ребенок. Первый у меня брат старший Миклашевич Ростислав Янович. Он родился 5 ноября 1928 года. И самый младший брат мой Миклашевич Любомир Янович, который народился 11 июля 1933 года. Папа мой успел, как говорится, пока приехала скорая помощь, он ему перевязал, как говорится, пупок и сам принимал роды. Когда отца арестовали, младшему моему братику было 3 месяца всего лишь. Ну я не знаю, с чего начать лучше. То ли с ареста отца, то ли как мои родители познакомились. Про батьков. Про батьков, да. Ну, значит, что я знаю об отце. Значит, их было трое детей. Папа мой самый младший. Он 31 октября 1904 года родился в Столицком районе. Но почему-то, это по документам, когда я получила, а почему-то он всегда говорил про город Ружаны, что он из Ружан. Старший брат его, густырь Николай Федорович, он 1894 года рождения. И у него еще старшая сестра была. Просковья Федоровна, 1900, она, это тетя, а он 7-го, прошу прощения, дядя Коля 1897-го, а тетя Паня 1894-го года рождения. Тетя Паня ушла на работы в какую-то семью в Петербург. И вот когда началась вот эта война, первая, мальчишки убежали туда, к ней, в Петербург. Оттуда уже с Петербурга, значит, уже была гражданская война, революция. И вот это все, как говорится, они окунули все, и тетя Паня, и дядя Коля, и мой папа ушли в революции. Значит, я сейчас, чтобы вспомнить, мне вот это, где, в какой армии папа мой. Вы скажите имя прозвища, имя по-батьку, вы так и не сказали. Папа Густыр Ян Федорович, значит, дядя Коля Николай Федорович и тетя Паня Просковья Федоровна. Вы, Леб, скажите, что памятаете? Ну, так вот, я вам скажу, значит, что 9-я Красная Армия, это папа закончил, значит, войну в Тбилиси почему-то, и они прошли весь Дон с этой армией, прошли. И оказались, значит, они в Грузии, в Тбилиси. Дядя Коля там и остался, а папа уже, значит, он там учился, закончил рабпак, и его, там, наверное, он не один был белорус. В общем, короче говоря, его вызвали на комсомольскую работу, пригласили из Грузии, он приехал в Белоруссию. В Белоруссию он приехал в 23-м году. Здесь он продолжал, он работал, учился, и в основном по комсомольской работе. Почему по комсомольской работе? Потому что он так с моей мамой познакомился. Мама поступила в наш университет на юридический факультет в 27-м году, а он пришел проводить там комсомольское собрание. И мама попала в комсомольский актив. Вот так он ее, как говорится, заметил, познакомились они. И так, и в 27-м году они поженились. Значит, папу моего арестовали 29 октября 1933 года. Об этом мы, дети, ничего не знали. Значит, о том, что папа наш враг народа, мы узнали в Воронеже. Во время помбежки нас присыпало. И пока нас там откапывали в бомбоубежище, мама говорит, я не знаю, кто из нас выживет, но чтоб вы знали всю правду об отце. Нам рассказывали, то он в Испании воюет, то он еще, но это, говорят, секрет, на секретной службе. Об этом нельзя никому рассказывать, потому что он там на секретной службе проходит. Ну, чтобы мы были школьники, и нас не поддавались никакой репрессии. И мама тогда нам рассказала. Вот то, что мама нам рассказала, значит, что я запомнила, что она рассказала об отце. Ну, то, что вот он учился, воевал, всю гражданскую войну прошел. Значит, она рассказала, что папа перед арестом арестом работал в наркомате иностранных дел СССР. В Беларуси он был уполномоченным по иностранным делам Белорусской СССР от наркома иностранных дел СССР. Он проводил вот эту всю работу, встречался с иностранцами, но в основном вел работу почему-то в основном поляки. Так как папа родился и работали они в Польше, при этом у него было два родных языка. Он очень хорошо говорил по-польски и по-белорусски. И дома у нас тоже было два языка. А русские, он говорил, дети пойдут в школу, выучат. Вот. И поэтому вот дома разговаривали по-польскому и по-белорусскому. Вот так вот. Значит, из-за чего, как вот это мои соображения, из-за чего арестовали отца? Почему-то вот тут сколько не говорят, что это было где-то в конце 30-х годов, в начале, нет, не в конце 30-х, а в начале 30-х годов папа производил обмен западных белорусов, которые были в этой народной громаде, на белых поляков. И этот обмен проходил на реке, я не знаю, это река, наверное, по-другому называется, но вот возле Молодечина поселок Красный. Вот там. Когда моя мама, мы жили одно время в Молодечина, и мама ко мне приехала, она то ли с папой принимала этот участок, она говорит, Радочка, Радочка, смотри, вот это Красная, вот это вот речка, вот тут вот переход, говорит, был, и вот, значит, вот папа находился на этой стороне реки, а поляки на той, и были, говорит, такие обмены, за одного, значит, красного, вернее, не красного, белоруса и западной Белоруссии, отдавали двух-трех поляков. И наоборот был такой обмен. В общем, это продолжалось, конечно, не один день. Это, сколько продолжалось, мама нам не рассказывала, продолжалось какое-то время. Потом через Красный Крест вызвали всех членов семьи, вот этих, которых обменяли. обменяли. У кого были родители, у кого были жены, у кого были дети, вот. Их еще мама тоже принимала в этом участие. Они ездили по Белоруссии, встречались здесь с этими земляками, и те рассказывали, как их, вот тогда была западная Белоруссия, как их в западной Белоруссии притесняют, и как им там плохо. И потом в один день их всех арестовали. Папа был, может быть, последний, или я уж не знаю как, но их всех арестовали. Папе почему-то разрешили свидание одно с мамой. А так как Мирик был самый маленький, потому что папа его, говорю, принял в июле, а в октябре его арестовали три месяца, мама пошла с Мириком к нему на свидание, и в пеленочке папе удалось положить письмо для Сталина. Это так все верили, положить письмо для Сталина. Значит, и мама, так как она была очень активная, как говорится, грамотная, она повезла это письмо в Москву. Нас, конечно, я еще что пропустила, когда папу арестовали, нас выселили, а так как дети были маленькие, старшему братику было пять лет, мне было три годика, младшему было три месяца, нас разобрали родственники. Значит, мамины сестры разобрали нас. А адрес, где вы жили в Минске, вы памятаете? В Минске? Да, где вы жили? Наш даже дом сохранился, Московская, 8. Там такой бухт, по-моему, трехэтажный дом. Я даже долго помнила, и помнила лестницу, теперь стало у меня стираться в памяти вот это, как говорится. Даже есть такая фотография, где папа с мамой на балконе. Это восстановила дочка, фотографию эту. Но тут не видно, что это улица Московская. Но факт тот, что дом этот сохранился, и когда я уже здесь получила свидетельство, ходила, получала, у меня не было таких документов, получала свидетельство о реабилитации, о смерти, и так, как я сказала, это дом, где мы жили, и он сохранился. И как рассказывал мне старший брат, что это был кооперативный дом, что тогда в 30-е годы строили, это не была государственная квартира, это папа построил квартиру. Но факт тот, что нас выселили в какой-то недостроенный дом, детей у мамы разобрали, сестра, и мама поехала в Москву. Сколько она там времени была, она не рассказывала, она обивала пороги. Конечно, Сталин ее не принял, а принял, по-моему, она называла, может быть, я ошибаюсь, но она, по-моему, называла фамилию, что Покрышев принял ее. Но это надо проверить. В те годы он был, почему-то у меня эта фамилия отпечаталась в голове. Ну, что и ребенком было, мы сидели заваленные в ожидании, как говорится, когда нас откопает. вот сказали ей, езжайте спокойно, Сталину будет передано это письмо, можете езжать спокойно, его же ни одного арестовали, арестовали много, дело будет рассмотрено, езжайте. Ну, когда мама вернулась в Минск, приехала в Минск, ее встречала одна из женщин, жен, которых обменяли, фамилию мама не называла, может, называла, я не помню, у нее было двое деток, она говорит, Любочка, я тебя жду, мне дали 48 часов куда-то переселения на север, значит, придут к тебе, будут требовать паспорт, паспорт скажут на перепрописку, паспорт не отдавай, и если есть у тебя возможность куда-то удрать, беги, вот, и так и получилось, мама быстро кому-ка, за ночь вещи, какие могла, пораспродавала, потому что все это все равно в кучу было свалено, и уехала в Воронеж, в Воронеже у нее была знакомая, Лида, рак, она была жена одного из тоже репрессированных, но раньше, его выселили, его не расстреливали, ничего, а его выселили куда-то в Россию, а она, наверное, получила место жительства в Воронеже, и вот мама к этой Лидочке рак уехала, приехала в этот, приехала она в Воронеж, молодая, очень энергичная, юрист по образованию, стала ходить, фамилия у нее была своя, они с отцом не регистрировались, она была на своей фамилии, Миклашевич, она пошла устраиваться на работу, и ей предложили идти работать народным судьей, и вы говорите, будете у нас одна народная судья с высшим образованием на всю Воронежскую область, и так она проработала там народной судьей год или сколько, нет, наверное, даже больше она проработала, она даже успела получить квартиру, ее все-таки нашли, нашли и прямо из зала суда забрали, она успела забрать к себе Воронеж одного моего старшего брата Ростислава, а я еще находилась у дедушки Мстислава с бабушкой, только его одного успела забрать, вот, и потом, сколько она там сидела, я не знаю, она не рассказывала, ее сажали сумасшедшей монашкой, потом она была в карцере, потом она заболела этим брюшным тифом там, короче говоря, я не знаю, почему ее освободили, может, она подписывала какие документы, может, не подписывала, но в основном отец шел, они шли как националисты, а мама, если так разобраться, она родилась не в Белоруссии, она родилась в Одессе, хотя она белорусская, вот, родилась в Одессе, потом, воспитывалась в детском доме в Одессе, это детский дом с, это, они беженцами, это когда отец ее умирал, они вернулись в Белоруссию, а потом бежали снова в Одессу, и царица создала для детей белорусских беженцев приют, и мама была вот в этом приюте, а потом, когда пришла советская власть, это детский, так как он был для детей белорусских беженцев, перевезли в Белоруссию, это был первый белорусский детский дом, и вот в этом первом белорусском детском дому, значит, там приходили к ним поэты, и она лично знала, Янку Копало, очень дружила, так как нашествовала, жена Янки Копало над этим детским домом, вот, там очень много было талантливых детей, короче говоря, ну, нельзя было считать ее, наверное, такой националисткой, потому что, может быть, это мои предположения, может, мои предположения только, почему ее выпустили, я не знаю, пусть она уже была в России, а не в Белоруссии, может, она не представляла никакой опасности для Белоруссии, но факт тот, что ее выпустили. А коли ее арестовали в Воронеже? В Воронеже в 36-м году, в 36-м, потому что она в 37-м приехала меня забирать к дедушке, и в этот момент арестовали дедушку. А вот Лидия Рак, может, это женка Симона Рак Михайловская? Может быть, не знаю, вы знаете, она такая женщина была очень гордая, я с ней была знакома. А сколько у их детей было? У нее был один-единственный сын. один-единственный сын. Два детей было. Вот. Но отец, я знаю, проходил по делу Рак Михайловского. Рак Михайловского. Рак Михайловского. Рак Михайловского. И мы все, вот дети, мы все просили, мама, ты так пишешь хорошо, ты так это самое, ну, запиши всю эту, ты же знаешь, потому что ты со всеми ими встречалась, ты принимала участие, с папой ездили по этим, как говорится, веществом и городам Белоруссии, рассказывали все. Мама, очень активный по натуре был человек, мама моя. Но она все обещала. Но факт, тут видите, как мы воспитаны были, наверное, по-советски, или как это сказать. Вот я закончила институт. У меня мама, я сожила с мамой одна, да. Я имела право после института остаться в Ростове-на-Дону. Имела право, потому что у мамы никого не было на сердечниках. Мама сказала, езжайте. Как-то, как-то страна требует на казахстанскую магнитку. Как это мы останемся? Нас государство учило, а мы останемся, мы поедем. Ну, короче говоря, когда мы поехали, младший сын уже был офицером, тоже мотался по, как говорится, по всему Советскому Союзу. Старший, он, как говорится, тоже не мог с мамой жить, у него куча детей. Вот. И поэтому получилось так, что мы уехали. И мама осталась одна, у нее начали сердечные приступы. И, короче говоря, ее сосватали. Выходи ты замуж, такая молодая и красивая. Выходи замуж, он с высшим образованием, такой человек. Он немец по натуре. И он оказался таким садистом. Он не давал ей жить я. Понимаете? И так получилось. Так получилось, что это самое. У мамы не было этой возможности. После она заболела. Была одна операция рак, вторая операция рак. И было уже не до того. Она, короче, нам все время обещала, обещала так. И может она, что и написала. Но когда мы приехали, дед нам, конечно, ничего не отдал. Никаких бумаг, ничего не отдал. Поэтому я говорю то, что я по памяти помню. Единственное, вот у меня есть фотографии, может быть, что папа со своими сослуживцами. Где-то он тут. Это тут детский. Мы после поглядим по таздымке. Детские фотографии, может быть. Это Славьяна. Вы просто давайте, ну, может, рассказывайте, что вы памятаете. И вот от того, что я, понимаете, думала, за что. Мы его отца арестовали. Он мальчиком прошел всю гражданскую войну. Был разведчиком. Ну, что пацан, четвертого года рождения, да. Ну, сколько ему было лет. Он такой был небольшого, невысокого роста. Худенький такой, щупленький, как говорится. И тетя Паня, наверное, одно время, может быть, они вместе были в каких-то войсках. Это тетя Паня рассказала. Что он был разведчиком. Его одевали в девочку, повязывали ему платочек. И вот он был разведчиком, хорошим разведчиком. Что еще тетя Паня рассказывала? Что ты найди книгу, может, вы поможете мне. Есть такая книга белорусского писателя «Казаки». Есть такая, должна быть. Я даже помню, мне кажется, у нас даже, потому что одно время старший брат все ходил. Я казак, я казак, наверное, после того, как эта книжка вышла. И там вот описывается, значит, вот, видно, у нас в Беларуси свои казаки были, которые красными были, я не знаю. Что он был разведчиком в этих частях. Вот он описывает, этот писатель, вот вы, может, найдете, я так не нашла этой книги. Найдете, и там, говорит, фамилия Ванечка Пустырь, фамилия там написана. Вот это, говорит, про твоего папу пишут, как он, значит, был в этих войсках разведчиком. Это мне тетка рассказывала. Значит, все мои мысли сводятся от того, что, из-за того, что он знал всех по фамилиям, кого он поменял, знал все семьи, кого, потому что он каждого, как говорится, поштучно принимал, каждого, как говорится, за каждого, со всеми ими общался, всех надо же было как-то тут устраивать правильно, обеспечивать жильем, работой, может, кого-нибудь, как раз Красный Крест, значит, как-то материально их обеспечивали. И вот поэтому его 29 октября арестовали, а уже 33-го года, а 8 января 34-го года его расстреляли. Я, как сказала, 9 января 34-го года, крова, воскресенье свое было в Белоруссии, 9 января. 9 января 34-го года он был расстрелян. Так что, когда мама приехала уже, маме тогда не сказали, что она расстреляна. У мамы из Москвы вернулась, потребовали документы, вот перед тем, как удрать ей, вот, потребовали документы, и, значит, она вот это и научила ее женщина, она эти документы. Вот таким образом она сохранила нас, сохранила себя, как говорится, свою жизнь, сохранила для нас. И вот одна всю жизнь, сколько ей пришлось пережить. После того, как это раскрылось, ее в 36-м году арестовали, выпустили, она нигде не могла долго, правда, квартиру у нее не отобрали, эта квартира, вот, в Воронеже, Плехановской, угол Никитинской, была она, квартира 10. Там была, конечно, не отдельная квартира, но большая комната, шесть человек там, шесть квартир было. Ну, квартира, я помню, у нас было три больших окна, мама каждому выделила по окну, и мы вот, когда она была без работы, ее выгоняли, как жену в органодород. Она устроится на работу, она была очень красивой женщиной, устроится на работу, значит, имели какие-то притязания к ней. Она не выходила на это, значит, ее тут же увольняли. И вот останется без работы. А юристы тогда требовались очень. И вот как она без работы, я помню, она нам подсолнечное масло на блюдечко нальет, по кусочку хлебушка даст, а мы вот стоим у каждого у своего окошка и ждем, придет мама или не придет мама. Вот так вот. Как мы выжили во время войны? Если это интересно, я могу рассказать, почему. Значит, Воронеж эвакуировался в 42-м году, вернее, не так, да, немцы подошли, наверное, в 41-м году, зимой. Все, мама осталась с нами. Мы зимовали, трубы полопались, было очень холодно. Потом немцам как-то погнали, и уже в 42-м году люди стали возвращаться в Воронеж. Так, стали возвращаться. Вот. Мама снова устроилась на работу, работала, все было нормально. и тут начались страшные бомбежки. Вот эти бомбежки, очень хорошо помню. Немец бомбил, вот когда нас присыпало, засыпало, дом разбомбили, как говорится. Мама отправила нас в пионерский лагерь под Воронежем. Отправила в пионерский лагерь. А старшего брата на сельхоз работы. Только мама попросила, чтобы не на Запад, а так как она работала в какой-то организации, он был земпромхоз какой-то. Она его направила в Борисоглебск, туда, в Борисоглебск. И таким образом... А так его одноклассники поехали туда за Дон, и все погибли. Не погибли, потому что немец прорвал фронт, и все погибли. Таким образом, вот мы спасли. Вот. Мы побыли в пионерском лагере три дня, или четыре дня. Немец прорвал фронт, и бегали комсомольцы по бомбоубежищам, и объявляли, кто как может освободить и Воронеж. А так как нас не было, мама одна, она собрала узелочек, котомочку, и она последняя переходила реку Воронеж. За ней эти связисты махали, давай быстрее, быстрее, или как они называют, подрывники. Потому что она перебежала мост, и за ней взорвали мост. Она последняя, убежала. И пешком из Воронежа до Борисоглебска нас везли подводами. Она пришла в пионерский лагерь пешком, ей сказали, что деток вывезли в Борисоглебск. Мы ехали на подводах, она пешком пришла быстрее в Борисоглебске, уже в Борисоглебске нас встречала. Из-за того, что она жена врага народа у немцев не осталась, а так как была клемма на ней жена врага народа не осталась, ей простили и уже направили, так как в Воронеже у нас было все уничтожено, мы голые боссы, ее направили работать в Лиске, такая есть станция большая железнодорожная адвоката. и она уже до самой, как говорится, своей кончины уже была советской властью реабилитирована устно из-за того, что она у немцев, потому что столько коммунистов осталось, а мать тремя детьми убежала. Вот она была реабилитирована и больше ее не преследовали. Вот. Ну вот то, что я знаю про отца, что я еще могу вам про отца рассказать. Он был очень, как мама еще рассказывала, папы большие были способности к языку. Когда началась вот эта компания с Испанией, он сам начал изучать испанский язык. Он собирался еще ехать в Испанию, помогать устанавливать это. Сам он изучал английский язык. Ему было все равно на каком языке я разговариваю. На украинском, на польском, на белорусском, на русском. Он это бегло. Значит, самые такие, он, так как он работал не только в наркомате иностранных дел, а он всю жизнь учился и работал в Академии наук. Работал в Академии наук. и так он любил свою родную мову, вот, так, наверное, он был на этой, как это, кафедра, или как это назвать, я не знаю, и там работал над первым, над первой грамматикой белорусского языка муж родной маминой сестры, Матюкевич Иосиф. Вот отчество его не знает. Матюкевич Иосиф. Он работал над, это, его арестовали наверное, тоже в тридцать пятом году и выслали, выслали его в Саратов, но он имел право переписки и он еще переписывался с детьми. Их тоже выселили из Минска, их тоже выселили из Минска. Вот. Что ты ищешь, Ян, Ульянов? Книгу, которая Шелкова. А, я тебе сказала, ты сказала, что... Я его могу ищу, не знаю. Ну, потом, если поищу. Вот. И он не выдержал, у него двое детей было. Юра, он закончил десять, это, наверное, какой год, он как раз в сорок-фервом году закончил школу, должен был идти, поступать в институт. И дочка Алла. Алла была артисткой. Здесь закончил театральный институт. Она проработала сначала, после окончания института, Матюкевич. Ее назвал, так как он был тоже революционер, коммунист. Аллочка была не просто Аллочка, была социала. Социала Иосифовна. Матюкевич. Она работала в театре юного глядача, так как она всю жизнь провела в Белоруссии, она, конечно, добро разговляла на белорусской море и, как говорится, проработала. А потом со здоровьем стала, она говорит, кульбиты мне уже сложно стало делать. Ушла на телевидение, работала в детской студии, вела детские передачи у нас. Она умерла, 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 по-моему, в каком же она году умерла. Леша сказал, что 25 лет, как мамы нету. Нет, года. Вот с этого года, 24 года тому назад Аллачка умерла. Муж ее Кашкер, тоже артист, но как говорится, вот Алла умерла. А Юра умер в Москве, он дослужил всем, он всю жизнь прошел. Почему я тоже говорю, потому что отец был репрессированный, сбежал в 37 году к детям, не выдержал, нашел, да, не выдержал, сбежал, и тут же его арестовали, и уже отправили без права переписки. и тоже он умер. В 56 году Алла тоже получила свидетельство о реабилитации, вот, что он посмертно реабилитирован, но его не расстреляли, написано, что он умер. Матюкевич Иосиф работал в Академии наук над учебником белорусской мовы, над первым учебником белорусской мовы. с кем он работал, я точно не знаю. Еще у мамы была третья сестра, самая старшая, почему я это говорю, раз вы все это собираете, Екатерина Игнатьевна Миклашевич. Ее муж Кучко, дядя Володя, как его отчество, тоже не знаю, он бежал из Западной Белоруссии, когда вот это все началось, и работал телеграфистом на почте. Его тоже арестовали в 1937 году, тоже без права переписки, и посмертно он реабилитирован. Дедушку, это уже не наш дедушка, это был отчим мамин, можно так сказать, Якубчик Иосиф. Он был грамотный человек, и когда он увидел бабушку с пять человек, детей, вдову с пятью человеками, детей, он пожалел ее, он грамотный был человек, он женился на ней, взял вдову, она безграмотная, он учил ее читать и писать. Его тоже, за что его арестовали, не знаю, он работал, когда я у них жила, он работал бухгалтером в детском доме в Стеславле, его в 1937 году тоже арестовали. Так что у нас семья вот видите какая, три сестры, Катя, Лиза и мама моя младшая от Миклашевича. У всех мужей арестовали, папа самый младший пошел самый первый. Потом дядю Володю арестовали, потому что он шпион, бежал из Западной Беларуси, работал на телеграфе, чтобы шпионить Кучко. Владимир. Вот такие. Но так как папа вся юность, его юность прошла в армии, в этой гражданской войне, он прошел весь Тихий Дон, как говорится. И когда Шолохова вышел роман Тихий Дон, он загорелся и решил перевести его. И перевел его, чтобы доброведали, но тут не написано. Книга вышла после его ареста. И поэтому написано переклад на белорусскую мову. А кто перевел? Перевод с русской мовы. Все. больше ничего. Эта книга сохранилась у тети Кати. Потому что ее никуда не высылали. Когда мужа арестовали, ее не высылали. Никуда из Борисова она жила. В Борисове. Она так в собственный дом, как говорится. И она никуда не выезжала. И вот эти фотографии, что у нас остались, это все фотографии, которые сохранились у тети Кати. А мама бедная. Вот видите, как получилось. Из Минска Воронежа, из Воронежа в Лиске, из Лисок. Вот тетя Паня, папина старшая сестра. Она нас разыскала. Ее муж прошел всю войну. Дошел до границы, а так как его забросили, между прочим, его тоже в 1938 году, он был председателем, он русский, он был председателем исполкома, фатежей, его забрали. А вот Мерик, младший брат, они его в своих трое детей, и они забрали, чтобы маме было легче, забрали Мерика, младшего брата в любом мира, на воспитание. И когда дядю Иосифа забрали, тетя Паня привезла Мерика, а потом его в 1938 году освободили, нет, наверное, в 1940, в 1940 его освободили, и тетя Паня опять приехала, Мерика забрала, туда, тебе твои хватит, а я как надо. И я что запомнила дяди Иосифа, он там потерял зрение, это тетя Паня нам мужа, он потерял зрение от пыток, и его уже война шла, он лечился в Воронеже, восстанавливали ему зрение, восстановили как-то зрение и отправили в тыл врага, то ли диверсии какие, то ли связь с партизанскими отрядами, и вот он прошел эту войну до границы, и вот на границе, когда перешел уже их это отряд или кто там у них было, перешел границу, его демобилизовали, потому что он уже в возрасте был и больной, его бы демобилизовали, и дали ему хорошую работу в Ростове-на-Дону, так как он русский, в Ростове-на-Дону, ему дали хорошую работу начальником ОРСа Северокавказской железной дороги, и тетя Паня нас рассыскала, и говорит, что ты будешь в этих лисках сидеть, ты юрист, Ростов-большой город, она нас забрала в Ростов-на-Дону к себе, почему мы оказались в Ростове-на-Дону, ну мама там и умерла, в Ростове, а я как закончила так и путешествую, когда я со своим мужем познакомилась, он узнал вот всю трагедию, и что я вот я хочу, а мама в 56-м году, когда приезжала сюда за реабилитацию, вот, и там же деньги выплачивали, двухмесячный оклад, всем одинаково, или 5000 тогда были, или 500 рублей, я не знаю, выплачивали. Мама встретилась, еще была жива, вот жалко, что это где-то, где-то эту книжку так и не отдал, говорю, зачем она вам, отдайте книжку, это память мамин, мамы нашей, значит, узнала, маму мою узнала, женка Янки Купала, говорит, Любочка, где ж ты пропадала? Мы, говорит, так искали, думали, что с тобой сталось? Ну, мама тут походила, значит, чтобы вернуться в Беларусь, вот, ей как сказали, сдавайте квартиру, а какая там квартира у нас была, полуподвальная комната, простая на Дону, но она была, сдавайте, получайте там, что вы, все, что у вас нет никакой жилплощади, приезжайте сюда, мы поставим вас на очередь, вы у нас такая не одна, у нас очень много, и получите квартиру, а что такое, в 57-м году строится юристом Белоруссии, да, если всю жизнь проработала в России, мама подумала, подумала, и не вернулась сюда, вот, а муж мой, он тоже белорус, из горок белорусских, он сказал, даю тебе слово, что мы приедем, Беларусь, что мы вернемся, ну, мы отработали свои три года на казахстанской магнитке, у нас уже было трое деток, сюда приехали, а ему говорят, ну, куда, в Минск с тремя детьми, езжай, и в Солигорск, поработаешь в Солигорске, как раз начиналась стройка в Солигорске, поработаешь в Солигорске, и потом, значит, мы тебя как-нибудь, это, ну, держали слово, забрали его, но уже, когда мне было 50 лет, я попала, вернулась на родину, на родине, по существу, я уже с 61-го года, но в Минске, где я родилась, я уже попала, мне было 50 лет, так что вот так, поэтому папа перекладил, он переводил и Конституцию с белорусского на русский, и статей много, мама говорит, он очень много работал, поэтому мы жили материально очень хорошо, папа зарабатывал эти деньги, вот, так что, вот единственное, что вот эта книга вышла, и вот видите, уже без, 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 без. Так, сейчас я найду фотографии, наверное, больше мне, наверное, рассказывать нечего, если вы только поспрашиваете меня, меня. Вот это Мацюкевич Иосиф, который работал над этой самой, вот это он с мамой, они, муж и жена с мамой, старшей, сестрой. А дата, тут есть некая дата, да? Ну, я не знаю дата, когда они, ну, когда они поженились, потому что старший сын у них умер, это был 22 года рождения, Юра, они поженились, тетя, папа. Так, а где же тот папа со своими сотрудниками? Ну, хотя бы прикладно, какие годы не ведутся, да? Ну, это я не ведаю, это, ну, он уже, когда работал, вот тут он, видите, какой вот дядя Осип здесь, с тетей Лизой, тут он, что там написано? Написано 23-го, 6-го, 23-го года. 23-го, да? Угу. Осип, причем не Осип, а Осип. Ну, тут там по белорусску, наверное, написано, да? по русски? По русску, да. Покажите. По русску, по русску написано. Матюкевичи. Дорогой сестры Кати от Лизы и Осипа. Матюкевич. Ну, это тетя, тетя, это, Лиза писала сама, тетя Лиза писала. Вот, тут у него, видите, еще, это самое, волосы, а тут вот он, ну, может, и были волосы, но тут видно, он уже после, может быть, ссылки приезжал, тут мне трудно сказать. Вот. Но они поженились раньше, они поженились. так, тетя Лиза, 1901 года рождения, она с ним сбежала, когда ей было 16 лет, это значит, сколько было? Это в 17-м году они поженились. А он намного старше, он был старше очень намного ее. он приходил заниматься с ней, она училась, он приходил заниматься, так как он закончил гимназию, вот, он из таких, как говорится, как это называется, шляхта, да, или не шляхта, или как эти, которые в городе жили, он имел возможность учиться. А папа мой, его родители из крепостных были. Вот. Значит, дядя Володя у меня, к сожалению, фотографий не был. Ой, где же это папа со своими этими? Папа со своими... Вот это же... Ну, может, покажите, что, расскажите, что есть, какие есть старые, и все старые фотографии? Вот старые фотографии, это папа с мамой. Они в 27-м году поженились. А вот то, что вы мне показывали в этой фотографии? А? А вот то, что вы мне показывали на балконе. На балконе это уже... Это их весельная как бы такая штука? Ну, я не знаю, это даже как веселье, я скажу вам, как было веселье. Махчима, 27-й год, да, Махчима? Это, наверное, 27-й год, как они поженились. Раньше как было считалось у советской власти? Если мужчина и женщина перед третьими лицами объявляют себя мужем и женой, значит, они считают, можно их считать супругами. И в 43-м, так как мама моя, юрист, я, в 43-м году Сталин это отменил. Потому что очень много, я не знаю, это надо записывать, не надо, очень много этих женщин нагуляют детей, узнают там какого-то офицера и пишут, что вот она родила ребенка, чтобы получать офицерский этот. И положил Сталин этому конец. Только зарегистрированные браки, значит, официально в ЗАГСе считать законами, а остальное это все выдумки. Поэтому папа, так как мама тоже у нее все такая, она воспитывала в детском доме, вот вы у меня спросили, крещеная я или не крещеная. И они так воспитали, что они от религии все отреклись. Они были, мы все трое детей не крещеные. Когда родился Ростик, назвала, папа был очень, культурой это я заводчин, он назвал Ростика Ростиславом, чтобы наша семья родилась, росла на славу. Меня Родославой, чтобы нашей семье была радость. Мирика, любомир, чтобы в семье был любовь и мир. У него еще должна была быть дочка. Но я за него постаралась, у меня четверо детей. Тоже два мальчика и две девочки. Папины заветы я выполнила. Вот. Так, теперь дядя Коля. Папин брат. А где вот это фотосдемо, где на балконе вы все? А, вот это, пожалуйста. Это дочка моя через компьютер старшенькая восстановила очень хорошо. Я говорю, надо вот тут папа со старшим сыном. Тоже восстановленная фотография. Смотрите, как хорошо. А вот какие невосстановленные. Она вот из таких вот фотографий, вот это вот посмотрите, как хорошо восстановили. А это вот папа с нами. Но это невосстановленные. Она мне пообещала, говорит, не все фотографии. Вот. Сейчас я найду фотографии, которые, которые папу, мне интересно, кто это люди? Может, можно как-то это узнать через это? Идем со своими. Ну, ты после сфотографуешь, так? Да. Просто требую описать зараз еще. Вот смотрите, вот это три сестры, которых всех мы уже арестовали. Вот это тетя Катя. Тетя Лиза 1901 года рождения. Мама шестого. Вот мама. А тетя Катя на 10 лет старше мамы. Значит, если мама шестого, то тетя Катя 1986-го. У всех их мужей арестовали. Папа с расстрелом эти, значит, Матюкевич. Вот одна тетя Лиза поменяла свою фамилию. Она была Матюкевич. А старшая сестра мамина. Где же это самое? Почему я не вижу эти... А вот тут свидетельство реабилитации. Не свидетельство, а справка. свидетельство о смерти. Вот папина свидетельство о смерти. Это каким годом? Ну, этот сканер привел. Вот свидетельство реабилитации, то, что мне здесь дали, потому что я не могла у мамы найти документы о реабилитации. вот папа со своим старшим тоже это восстановленная фотография, со своим старшим братом Колей Николай Федорович Густырь, которые они вместе воевали, вместе дошли до этого. Он там закончил сельхозакадемию и был преподавателем в Грузии, в Тбилиси. Он там остался, женился на армянке. У него один-единственный сын был, Ким. Назвали не по-корейски, а коммунистический интернационал молодежи. Вы смеетесь, вам теперь смешно. Так, вот я не знаю, вот тут папа со своими сослуживцами. Кто эти люди? Я не знаю, это тоже фотографии, которые сохранилась у тети Кати. Вот две фотографии. Тут он лысенький, это, наверное, более ранняя фотография. Вот, видите, тут должны быть какие-то люди известные. Ну, высветлим. Зараз достаточно в Фейсбук запустить наши все эти самые знакомитые люди. так, а где тут папа? Вот, мой папа. В центре, да? Да, а вон там он лысенький. Я не знаю, это видно более ранее, где он там. это надо расканировать. Вот, не, это все сканировать треба, я же скажу. просто треба зараз описать. Вот. То ли это в Академии наук, то ли это. Вот я такая дурная была, вот мне тут папочка один, чтоб я могла в рамочку поставить и везде с собой возила. Папа на трибуне. А почему бы это я забыла? Видите, я обрезала. Но откуда я знала, что это когда-то надо будет? А обрезали? А его оставила. А целые фотографии нет. А с кем? Зачем это надо было? А с кем? Зачем? Кто это знал, что это будет? Мама нам правду рассказала для чего? Она верила, что когда-нибудь все это... Ну вот такая вот фотография у меня тоже его тут. Знаешь, когда что не заховалась полной фотографией? Да, вот жалко. Я думаю, ну вот какая я дура была. Это ж надо взять обрезать. фотограф Минск труд коллектив фотограф Минск Советская 33. Это все треба сканировать, конечно. 26 год. Каз. Ну 26 год. Нет, он еще... Кассир, костер. Он еще не работал в наркомате. Он в наркомате работал с 28 года. А, Советская 73. Ну Советская это теперь проспект. труд коллектив. А вот что тут написано? Костер, кассир? Это вот... Костричник 26. А, Костричник. Да, это наверное... Это мамина рука. Это не папина. Костричник. Костричник 26 года. Отсекало. здесь тут... Это тоже время. Не, не, это трошку позднее. Бачу отросли волосы. Ну, махчима это она вот калли это... Ну, как вариант. 27 год вядомая. Хотя... Техника исполнения снимка она одинаковая. Ну и что? Так это же одна и та же... Он то ли в ЦК работал, понимаете, как это? Может, не в ЦК тогда называлась. Понимаете, раз он комсомольскую работу делал. Погляди у Маракова. Можешь зайти в интернет? Погляди у Маракова. Ну, компьютер. Что? Ну, надо будет тот компьютер. Не, у Маракова повинна быть биография. Там, может, компьютер далеко. позднее. Потом, 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 сейчас. Ну, вот, я не знаю, вот это фотография. Минск. Вот папа, старшая его сестра и старший брат. Папа, старшая его сестра и старший брат. Тоже все получилось. Я же вам говорила, что мужа ее арестовали, но выпустили. Пытали, выпустили. Потом еще он воевал. И вот единственная фотография папина мама. Какая это? Это мне уже моя двоюродная сестричка дала. Говорит, больше у меня тоже не сохранилось. Тогда же еще боялись, уничтожали фотографии и все. Боже мой. И вот тут тоже почему-то фотографии обрезаны. Он тоже с каким-то коллективом был. Да. Тоже был боялись. Боялись. Ну, некоторые сделки было уникальные. 26-й год, было 27-й. 27-й, а в чем эта конференция знакомитая вот по белорусской мове, на которую запрошали у всех в заходной Беларуси и после арештовали этого самого Францишка Олегновича. И пыльно ваш батька как раз менял его Францишка Олегновича с Брониславом Тарашкевичем. Это знакомитая история, может, вы чули. Ну, я же, как говорится, настолько от всего этого далека. Я все надеялась, что мама больше. А потом я наш полный и ведала. Она всех их знала. Она всех их знала. И, между прочим, когда она сюда приезжала, она даже с кем-то тут встречалась. Понимаете? А с кем она встречалась? Что у меня деток, четверо деток. Я работаю, муж работает. И было мне настолько тяжело, как говорится, физически. Тогда же не было таких условий, как сейчас. Вот. И поэтому и как-то все думалось, а, мама пообещала, мама сделает. Мама пообещала, мама все это опишет. А после она, понимаете, как-то тоже приезжала, вот последний раз, когда ко мне уже после первой операции приехала, когда стали уже гайки снова закручивать. Мы тогда молодечно еще жили. И опять стала с ней на эту тему разговаривать. Она говорит, знаете, что дети, вы особенно не увлекайтесь. Чем меньше вы будете знать, тем будет лучше. Я это все напишу. Все это останется. Ну вот. Может, она и написала. это действительно могло закрываться? это такой человек. Он даже, я приехала, она уже болела, после второй операции ей делали, она так тяжело болела. И он же ходил, без конца хлопал дверьми. Она говорит, он меня душит манной кашей молочной, а мне нельзя молочной кушать. Пойди, купи мне ягод каких-то, сделай мне такой компотик или что, потому что я не могу уже не есть ничего. Я пошла, значит, купила то, что она просила, попробовала готовить, он у меня выгнал с кухни. Ты ничего не понимаешь, опять наварил ей каши манной и понес. Вот, и я еще сказала, господи, он, когда только ты отсюда уедешь? Когда ты только отсюда уедешь, чтобы я мог спокойно вздохнуть. Это махчила им был культ. Вот, и поэтому тогда, когда она была тяжело больная, было уже тяжело с ней, знаете, что-то от нее требовать и спрашивать. Вот. Я ее хотела к себе забрать, она сказала, нет, простой, все-таки врачи, лучше. Одет ее был персональный пенсионер союзного значения. она была в обкомовской больнице, тут врачи хорошие, по первому вызову приезжают, и вот, я ее не забыла. А это махчима в Питере? Может быть, даже это и в Питере, может быть, потому что они, тете Панни, приехали в Питер. Но, наверное, мне трудно сказать, где это было. Может, это и в Питере было. Ну, тут папа уже такой. Если в 17-м году они ушли все, нет, они, наверное, раньше, не в 17-м году, они же ушли еще, когда та война началась. Не знаю, трудно мне сказать, потому что тут папа совсем взрослый, я смотрю. Но на свои, вот, если так говорить, вот 29 лет ему было, когда его арестовали. он уже от пастушка дошел до такой должности в свои 29 лет. Вот тебе 29 лет институт закончил, дурака валяешь до сих пор. Вот. А он уже на такой работе работал. Такая-то была ответственность. Занимался переводами. Троих деток успел народить, как говорится. накануне дня его рождения его забрали. Да, еще что интересное, сына я родила, старшего, ровно 25 лет в день его ареста. Он у меня родился 29 октября 58 года. Было ровно 25 лет, как отца арестовали. папу репелитировали 18 апреля. У меня младшая дочка родилась 18 апреля. Только он в 56 году, а дочка в 65 цифрах. И вы знаете, и вот мама до последнего не верила, но не могли, он такой талантливый был, он такой преданный, не могли его арестовать. Его скорее всего куда-то услали на такую работу. Может поэтому она нам тоже ничего не рассказывала, что до самого последнего вдруг кто-то из нас останется живой, когда мы в бомбоубежище были. Вдруг кто-то из нас останется живой, чтоб вы знали о своем отце правду. Я верю, что он живой, что он где-то воюет за советскую власть. Вот такая она была. И когда Сталина Хрущев, как это назвать, разве ничего? да. Она приехала к нам, мы тогда жили где в Солигорске, уже закончили институт, а, нет, мы учились в институте, потом мы уже отработали, приехали в Беларуси, она приехала к нам, и мужа моего говорил. сейчас идет чистка партии, колят, и должен обязательно вступить в партию, сейчас партия требует честных, самотверженных, понимаете, как эти люди верили, во все святое, во все хорошее, как они в это верили, папа, я еще что про папу знаю, что он вступил в день смерти Ленина, тогда был такой порыв, в 24 году Ленин умер, вот он в 24 году вступил в коммунистическую партию, это ему 20 лет было, так они свято верили, я говорю, не могли понять, что раз маму отправились письмом к Сталику, значит они еще надеялись, что это тут что-то чего-то не то делается. Скажите, Радуслава Альяновна, что видать про семью вашей мати, Миклашевича, откуда они походили, я скажу, что может быть... Откуда дедушка мой из Пружан, так, он Игнат Миклашевич Игнати или Игнат мамы Любовь Игнатьевна, Валентинович. Так, я может его фотографию найду. Он был призван в армию, где подбирали, что были блондины с голубыми глазами, славянского типа лицо и какой-то рост. У него бабушка говорила, так как он был очень красивый, правильные черты лица, у него не хватало одного сантиметра, таким разрешали, и набивали им каблуки на этот сантиметр, чтобы все были такого роста, набивали каблуки. сколько он прослужил в этой армии, я не знаю, тогда сколько, на 20 лет забирали, на 25. И по состоянию здоровья у него началась в армии чахотка. Он, как его списали, да, он уже в пружаны не поехал, а может это было в Одессе, я не знаю. Он остался в Одессе и работал на железной дороге, и там была целая диаспора белорусов, которые работали только на железной дороге, и он там остался. Бабушка моя, Шевеленко Доминикия Григорьевна, она родилась в Родно, и очень большая семья была. Старший ее брат ушел в Одессу, не ушел, а там видно как, он был очень хороший садовод, и где-то у генерала в Одессе работал садовником или какой это самое. А так как бабушка выросла уже такой, взрослая девушка, видно работы не было, она из Гродно пешком пришла в Одессу. И там она увидела дедушку. А ей было 18 лет, увидела дедушку, он был старше лет на 10, может даже больше, потому что у меня уже не было здоровья. Вот плохо, что я Любу просила, чтобы она мне эту фотографию принесла, она не принесла мне эту фотографию. Собрал, мамочка, у меня нет, я тебе дала. Вот. Она в него так влюбилась, бабушка, заставила его на себе жениться. И пока он умер, они нарожали 5 человек детей. Вот тетя Катя сама старшая, потом был брат Вася, по-моему, потом была тетя Лиза, потом был Дима, а потом самая младшая моя мама. Как все три сестры в Менске оказались? Две. Ну, тут вот три. А сфотографировано тетя Катя, вот самая старшая, она закончила, она в детстве сломала ножку и осталась хромой тетя Катя. Вот. И ее, так как она девушка хромая, ну, инвалид считалась, ее, значит, через церковь отправили учиться на учительку. Вот. И она закончила, и она преподавала, она когда закончила, ее направили в этот, в Борисов работать, но это было в Беларуси, видно, уже, направили работать в Борисове, и вот она там всю жизнь проработала в Борисове, до самой смерти, всю жизнь жила в Борисове и проработала. А тут Минску она, наверное, приезжала к маме и к тете Лизе. А тетя Лиза во время этой революции, ей было 16 лет, она сбежала вот со своим мужем, а так как он был революционер, вот, а потом он был такой белорус, разговаривал тоже только по-белорусску, и он, верно, вернулся в Белоруссию после войны, я так думаю. Матюкевич. Это вот Матюкевич, да? Матюкевич, да. И вот они жили на красно-знамена или как-то. И вот он работал в Академии наук, это я вот знаю, вот, тетя Лиза. Она тоже закончила, вы думаете, что она тоже закончила институт, тетя Лиза, уже потом, когда вернулся в Белоруссию, закончила институт, вот, и работала всю жизнь преподавателем биологии до самой пенсии. Но так как их выселили, когда дядю Иосифа арестовали, они поехали в Мстиславль к бабушке. Вот, Мстиславль к бабушке. Их не надо, в Белоруссии их не выселяли. Они поехали в Мстиславль к бабушке, и там их война застала. А после войны тетю Лизу, ой, где же она, в каком-то районе я забыла. Она работала заучим школы, и так она, это самое, до пенсии. А уже Аллочка закончила театральный институт, тут работала, она пошла на пенсию и нянчила, Али помогала нянчить детей, внуков. И умерла здесь, в Минске, тетя Лиза. Так, сейчас скажу, когда она точно умерла. Дочка родилась в 63-м году, ей исполнилось 18 лет. 73 и 75. 53 плюс 18 годы, сколько это? Его? 51, 71. 53 плюс 18. 53 плюс 18, 61, 71. Ну, 71. Видите как я плохо сейчас уже запрозраю. В общем, в 71-м году, 28 апреля, 71-го года она умерла, 1 марта на Любочкин день рождения ее хоронили. я приехала на похоронной тетке. Здесь она похоронена, на Кальварийском кладбище. Треба сошить за могилками кальварийскими, потому что их вельми активно изнищает могила. Вот. Нажали. Так что вот такие пироги. Это в 96-м годе вы взяли эти справки, да? Потому что у меня не было никаких документов. Мы всегда когда приехали, у меня нет было. Я уже стала, когда отца реабилитировали, я кругом уже в этом писала, что это. А тут, когда мы уже отделились, стали самостийной, как говорится, независимой республикой, мне муж заставил, что у тебя никаких документов нету. Иди, а я работала на Комсомольской, Комсомольской, да? Где у нас КГП? На Комсомольской улице. Вот. Я работала каждый день мимо этого КГБ ходила и все держала кулак в этом самом кармане. Меня муж заставил. Пойди получи документы. Теперь вот смотри, признали вас всех жертвами сталинских репрессий. Обязательно сходи. Короче говоря, он за меня написал письмо туда, меня вызвали в КГБ. Я пришла в КГБ, значит, я думала, он со мной пойдет может. Его не пустили. Значит, я пришла в КГБ, меня сказала, вот у меня письмо, вы меня приглашаете. Значит, пришел какой-то молодой мужчина, я забыла, как его, я где-то найду, я найду эту бумажку. Вот. Я говорю, хотела познакомиться с делом моего отца. Он даже не спросил, почему Миклашевич ваш это. Нет. Видно, там у них написано, что мама Миклашевич, отец густырь. Значит, даже и спрашивать, стали допытываться, что действительно ли я дочь. Пришла за отца просить. Он достал дело, как школьная тетрадка. такое дело. Я говорю, я могу ознакомиться? Нет, вы право ознакомиться с делом. А что-то говорит знакомиться. Что у вас? Вот его автобиография. Я говорю, дайте, и вот так мне показывает автобиографию. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, прочитать. Представляете, мне было три года, мне ни одного письма нету. Ничего, есть на одной фотографии, его рукой написано, бабушки или бабули от внучат. Вот только одна маленькая строчка и больше ничего. Я не знаю, дайте мне, а это его рукой написано на белорусской мове, значит, его автобиографию. Я вам ее зачитаю, только зачитаю переклад на русской мове. И вот он мне тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я говорю, ну дайте, я хоть что-то запишу. Значит, что я вот, я буквально там кое-что успела записать и все, он больше мне не дал. Я говорю, теперь скажите, потому что мама получила документы на реабилитацию, что он был, значит, ей сказали, что он расстрелян, а получили, что он умер в 42-м году. А тогда, значит, мы с американцами заключили этот второй фронт, должен был открываться, они стали требовать документы, сколько у нас осужденных, репрессированных и все. И мы тогда, значит, быстро все это всем писали, что поумирали больными, всем отправляли такие письма, что кто умер в 40, я только запомнила, что 7-го ноября 41-го года он умер от кровоизлияния в мозг, но этой бумажки у меня нет, потому что это у мамы было. А говорю, нет, он достает, нет, вот он был расстрелян 9 января 34-го года. И так я, может быть, еще посидела, что-нибудь уже попросила, потребовала. Он с такой хмылочкой, значит, ничего себе, так быстро сдался. 29-го октября арестовали, уже готов был. 9-го января его расстреляли. Я говорю, ну вы можете мне сказать, где он похоронен. А их тогда всех в одном месте, где-то там на северном. Это вот такой разговор был. Я оттуда вышла, как оплеванная, мне ничего. Вам все дети к своей смерти вышли по месту жительства. И действительно прислали мне. Потом меня муж заставил, раз эта квартира есть, она сохранилась, пиши. А мы вот, когда мы уже переводили сюда, мы получили хорошую квартиру. Сын женился, невестка потребовала раздела, вот мы поменялись на эту маленькую квартирку. Он говорит, пиши, нас тут с младшей дочерью прописано, мы все равно стоим на очереди, может какая-то льгота тебе может расширить, тем более я уже больной, он по сердцу был, инвалидность получил по сердцу. Говорит, пиши. Я написала мне это, как ответили, что я не имею никаких прав, ваш муж, как инвалид, стоит на очереди, в порядке очереди вы получите расширение. Вот и все. И вот я уже дочку просила старшую, Люба, ты такая боевая, давай-ка подойди ты в это, потребуй, может другим, хоть вот это, может ты сможешь сфотографировать, раз они в руки не дают, но сфотографируй до меня его автобиографию, написанную его рукой, мне больше ничего не надо. Вот. А тут написано, что вы маете право на некие льготы. Да. Что-нибудь у вас есть, некие? Я пока это оформила, эти льготы. За квартиру что-то два месяца я получила, была мне, так как муж инвалид, была мне скидка какая-то по плате, и все. Нет, а вот на основании вот этой страхи? Да, на основании, я имела там право, много прав, но тогда сохранилось, значит, что, льготы по плате коммунальных услуг. Где-то это было месяца два или три, и потом Григорьевич это все отменил. Это там какие-то копейки были, господи. Это мне меньше. И еще пробачивайте, вот 25-й год, Махчима это в Тбилиси вы кажете, да? Это скорее всего, что в Тбилиси было. Может в Тбилиси, а может он сюда приезжал, дядя Коля. А Кали... Его в 37-м году арестовали, дядю Колю. Он 1900... Нет, 1837 года рождения дядя Коля. И тоже ему без права переписки. Единственное, что принимали посылки. Это Грузия, Тбилиси. Тетя Аракса, у нее жена армянка, носила посылки, раз в год носила посылки. Вот. Потом ей ответили, что продлили ему срок, это в 37-м, это в 48-м году он должен был быть отпущен, потому что его на 10 лет арестовали. Она продолжала носить... Это ответили, ей ответили, что на 10 лет ему еще продлен срок. Она носила посылки, а его уже в живых не было. Он в 42-м году умер. То ли умер, то ли его расстреляли, но факт тут, что в 46-м, ой, в 42-м году она получила свидетельство о смерти при реабилитации, а посылки у нее принимали, пока не реабилитировали. Ну, про дядю Володю я меньше всего знаю, что тетя Катя. А скажите, а вот оригиналы этих вот аздынков есть? Должен быть. Потому что там могли быть печатки, это вельми истосно, вот, бачите, оригинал, тут есть некие надписи, есть некие печатки. А можно я еще погляжу? Ну, это тут папа с нами с детьми. Это мама восстанавливала свидетельство рождения. О, тут это что-то написало? А тут что-то писали. Кто писал? Может, я писала, может, дети писали, может, я писала в техникуме, училась. Вот, видите, восстанавливали. Единственное, что пошли маме навстречу, у мамы не было никаких документов, что мы это самое, чтобы она могла написать, что дети густыри, так она нам объяснила. И вот пошли ей навстречу, записали, что отец густыр Ян Федорович. Вот, это восстановленное свидетельство 29 июля 43-го года, когда мама восстанавливала документы, чтобы получать карточки. вот это вот сюда свидетельство рождения. Так, согласны, что это ваше? Просто это после приедет Ягор ну, там со сканером, он это все отсканирует. Ну, что нужно? Вот я не знаю, это я у мамы то, что среди фотографий нашла, когда это самое, что мама такое, писала заявление, что просьба освободить ее от подоходного налога в связи с тем, что она получила замужа густаря Яна Федоровича. Среди фотографий я уже как для себя. То есть в 43-м его уже реабилитировали или как? Нет, это что там в 43-м? Нет, что там написано в 43-м году? Решила в Министерство финансов по заявлению гражданки Миклашевича Львови Игнатья, проживающей в городе Ростове на Дону, городской улице 8, об освобождении оплаты подоходного налога по двухмесячной заработной плате, полученной в Совете министра РБСССР за мужа Густаря Яна Федоровича реабилитирована судебными органами. А, это 57-й год. Да, это 57-й. А почему написано, что в соответствии с указом президиума Верховного Совета 30-го апреля, а, это в соответствии с указом от 43-го года решила. Это то есть 57-й год. Ну, в 56-м реабилитировали, мама добралась до Белоруссии, чтобы получить. А вообще она поехала сразу в Москву. Ее принимал Потоличев. Мама приняла. Он тогда одно же время был у нас в Белоруссии тут этим секретарем Потоличев. Нет, был, был, был Потоличев. А потом из Белоруссии он попал в Москву, был он министром иностранных дел. Сколько он был, я не знаю. Но когда мама приехала узнала, что это племянница Алла позвонила, что она получила, ее вызвали в этот, так как она осталась в Белоруссии и жила в Белоруссии. Уже закончила институт, работала и вдруг она из Комитета Государственной Безопасности вносила на фамилию отца, получает приглашение прийти. Это дочка значит вот дядя Иосифа. просим вас прийти в Комитет Государственной Безопасности в связи реабилитации вашего отца. И она ходила в Комитет, ей выдали документы о реабилитации отца. и она тогда позвонила не позвонила тогда нельзя было позвонить. А что это? Икея 6? Позвонила маме моей тетя Люба я получила документы ну это вот копии мама все снимала вот от кого она там снимала копии это я у нее среди фотографий нашлась снимала сама копии нет это все это все важно это важно да конечно но у меня это же видите это такие а так как у меня официальных не было чтобы получить статус жертв репрессии да так как меня вот муж отправил это вот ну вот это ваши браты да да это вот старший брат Ростислава это младший Любомир это мы его в этом вот тоже мама писала справка но она видите как такую тут какая-то печать ничего не видно подпись что вот такую у мамы справка вот есть может надо она нет ну 57 год это тот самый так из материала спина еще вязан состав семьи любомир четыре месяца да но это это все это все просто это все все надо все надо отсканировать так копия составит семьи плюс и вот и вот то что я он мне диктовал быстро то что я вот писала значит по адресу проживающий московская дом 8 дробь 1 квартира 8 19-20 год красная армия 20 21 учился потом 22 23 я прочеркнула написал только тифлис и вот пишу даты 23 25 25 28 29 ружаны челушек это он писал это диктовал а я уже в таком состоянии жутком 9 красная армия до 19 года урючинская г. дитрих это то что я успела записать и после вот единственного с февраля 28 по 33 год наркомат иностранных дел вот это я у него видно переспросила когда он работал в этом наркомате иностранных дел вот он мне значит сказал что 28 это он пошел мне навстречу теперь я говорю у меня нет никаких документов тоже попросила его он не повторил значит отца дедушка моего звали Федор Яковлевич бабушку Ольга Марковна это вот вот я фотосдемок да это фотосдемок это Ольга Марковна мать вашего бати да бабули теперь что а там написано что он уродженец села Сонимской Губи почему они пружаны и вот это ким мне тоже наши батьки с ружан наши батьки с ружан он спад ружан видать там недалеко от ружан конечно потому что он постарше он 27 что покажите шерос село село вот там написано уроженец село село островок село островок ну я погляжу село островок мы тут худко недавно худко туда поедем теперь значит это в каком-то году было к 80-летию Шолохова выступал Иван Яковлевич какой-то наш этот этот самый в Белоруссии и мне сестра вот это Алла мы уже были в Белоруссии говорит она знала она старше меня вот что такое у меня разница со старше братом родным два года он столько помнит столько знает а мне три года у меня как говорится вот мозги и мне Аллочка она приходила к нам в гости уже такая девочка была значит если она на 4 года старше меня я 30 на 26 года отца в 33 году арестовали это сколько лет ей получается 26 33 это 7 лет уже взрослая девочка она твой папа перевел это самое тихий дом это все знают значит вот у нас было собрание посвященное 80-летию Шолохова ты напиши письмо и вот я написала письмо к этому Ивану Яковлевичу как его фамилия не знаю себе копию только оставила значит я писала уважаемый Иван Яковлевич на торжественном заседании посвященном 8-летию Шолохов в своем выступлении вы высказали сожаление о том что до сих пор не удалось установить автора первого перевода на белорусский язык романа Шолохова Тихий дом к сожалению я не слышала ваше выступление не об этом спустя некоторое время рассказала моя двоюродная сестра Матюкевич Алла я взяла сразу же написать вам о переводчике этого произведения а потом подумала что не смогу ничем это подтвердить отказалась от своих намерений теперь когда в нашей стране властность когда открыт доступ ко всем секретным документам 30-й годов вы очевидно сможете проверить если усомнитесь выскоренности и правдивости моего повествования так вот первым переводчиком Тихого дома на белорусский язык был мой отец Густыр Ян Федорович 29 октября 33-го года он был арестован как враг народа 6 августа 56-го посмертно реабилитировано до ареста он исполнял обязанности ну я тут так пишу вот ну вот у вас может возникнуть вопрос о столь длительном нашем молчании но то были свои причины отец много переводил политической литературы а что мама говорила что он перевел на белорусском вот историю КПСС что он тоже переводил историю КПСС на белорусский язык папа ну он так я ему отправила но он мне не ответил ничего не ответил буквально так что я не знаю кто еще Ростислав жив но он живет что? Ростислав жив он живет под Мовороссийском а-а-а бусины но он просто уже про Ростислава спрашивали а про Ростислава ну у Ростислава жизнь трагически сложилась вот сейчас он инвалид первой группы потерял зрение живет в Новороссийске у него детей очень много не один брак детей много вот не знаю стоит о нем рассказывать или не стоит вот ему значит не 84 года в этом году ему 86 лет работал он любил очень сельское хозяйство зверей и решил не куда-нибудь а поступить в институт международных отношений но такой был факультет пушнины и как это называлось ну где требовали специалисты по северным этим как его называется по северным не жителям а именно зверью кто там и вот он на этот факультет поступил но его приняли заочно только но приняли значит это получается это в каком году значит он так как год мы пропустили значит он закончил 10 классов ему было 19 лет ну а потом получилось что он что-то все воевал воевал его бабушка упрекала что он сидит на шею матери но он работал в библиотеке работал и готовился на будущий год чтобы его перевели очно он взял и ушел из дома 8 ноября 48 года да ушел из дома и 10 лет работал в шахте в шахтерах пока не получил как он называется запыление легких сколиоз по-моему это называется его списали из шахты сколиоз это из крылья позвоночника высокие по 2 метра роста а так как он дети очень много читал и знал язык хорошо немецкий вот бабы за ним как говорится с ума сходили это когда было в 57 году он откликнулся 57 нет мы еще учились в институте вдруг получаем письмо от него да как раз была уже прошла реабилитация он через мою подружку приехал в Лиске через мою подружку нашел что мы все живы здоровы он думал что мать не пережила что все живы здоровы и что мы живем в Ростове и дала наш адрес и мы вдруг получаем на его день рождения это 5 ноября 55 я поступила 56 57 году мама я нашелся я прошу про обращение мы просто думали что может быть можно записать его вспомин мы не просили про его рассказывать но факт тут что сейчас его вспомины очень такие он во первых все начал путать я приезжала говорю Ростик ты больше помнишь чем я я ездила туда в Новороссийск Ростик ты больше помнишь чем я расскажи пожалуйста он начинает он во первых все поперепутал ну если человек потерял зрение почти 80 лет но он уже терял но совсем ослеп 80 лет а так уже почти ничего не видел где-то в 75 лет и всю жизнь он трудился как этот самый не знаю вот и поэтому он настолько все путает он спорит со мной путает я со слов матери и говорю Ростик ты наверное хорошо помнишь вот-вот-вот ничего подобного это было не так я просто то самое зараз поглядела про вашу батьку есть такой доследчик Леонид Мараков уже уведаете он занимается обновлением биографии репрессованных в Беларуси его был поэт он племенник поэта Валерия Маракова которого расстреляли 29-го кастричника 37-го года вот что он пишет про вашу батьку он неким чиновным его пробуя доступ до неких архивов кдб там знайсти и значит 94-го года саправды 904-го года саправды подая местечка Ружана Слонимская повета в Рудинской губернии теперь Ружанской Реон Берастейской в области Али Растрел Растрел 17-го 05-го 37-го года подая дату Это наша помылка да ты уже высветлял на мемориале правильно написано ты уже высветлял да ну вот и что с того что ну реально на 4-б минуты про это сказать арештованы 29-го 10-го 33-го осуджены 9-го 0-1-го не расстреляны осуджены 9-го 0-1-го 34-го года вот это вот дата есть я кировник контрреволюционной организации БНС Белорусский национальный центр да с конфискацией моемости расстреляны одночасово с БСССР так само выслана семья то есть это не докладные известки да так реабилитованы трибуналом в 56-ом годе справа спыненная ну это я просто так ну не все не все документы а тут уже он же мне прислали свидетельство о смерти официальное в ЗАГСе это зарегистрировано вот я говорю вот эту смешечку его вот понимаете что вот а вот ну значит 9 ой правильно 9 января осудили и 9 января расстрел зачем кормить 9 января расстреляли если это так но мама как-то ну она тоже верила что вот 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 не могли такого умного такого хорошего такого преданного партии не могли уничтожить вот и я как-то как говорят всю жизнь я это всю жизнь я этому верила так что Ружаны действительно да принося так подаем Иракову я вот тут шмак помылок так что дякую вам великий Радослава Яну у нас есть вельми цикавые сопроводы свечения вашей и для нас важные мы просто я думаю что ну будзе агулом ваше интервью особенно в архив в архиве в устной истории ну что-то можно перепишите что-то можно набравила лишнего не 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 интересного для на самом речь вельми важная информация саправдуем мы поглядзем вось Ягор отсканируя ваши фотосдымки и ты еще раз докладни то есть я трошку записывала треба отсканировать якую информацию максимально все что можно по дате по месту и сзади что написано то есть максимально вот на вот те фотосдымки какие вот одновленные важно было обзнасти потому что тут вот мы глядим с так с Вадимом тут ой ой как минимум три три розные фотографии фотографии плохой снимок это мой дед Миклашевич это он уже когда был это самое Одесса Одесса Миклашевич Игнат Валентинович ну про маму вам не интересно если хотите могу рассказать значит так как мама была они бежали отец умер они пошли в пружаны на родину отца а это все таки как никак не деревня а городок и там был даже дом сохранился где отец жил вот а когда началась война они бежали снова в Одессу а так как пять человек детей видно голод был его царская дирибасовская я так хотел сказать с дирибасовской фотографией ну это так и есть что дом синица с дирибасовской фотографией ну ну вот так простите мы вас перемили ну вот тут вот я не знаю то ли это тоже какая-то восстановленная но вот с этой фотографией дочка моя 1325 нет это полно не этот самый не год это полно что жалко что не это самое ну как факт тот что вот мама попала в детский дом в приют для детей белорусских беженцев и царица приехала вот моя бабушка но это отснятая уже фотография а дедушки такого доминикия Григорьевна Шевипенко Шевеленко ну это уже эта дочка писала для этого доминикия Григорьевна Шевеленко ее девичья фамилия город Гродно есть махчимость докладить из-за столицы оригиналы и поглядеть что там зад забрать вот во-первых вот эту всю фотографию где бабушка и 5 ее когда отец умер я думаю что это везло и там это единственная фотография как говорится мама забрала у тети Кати факт тот что мама встречала царицу так как она была из очень ну это вторая просто фотография я держу из очень развитых таких детей ей поручили встретить царицу и она встречала царицу читала ей стихи написанные нет мне чтобы записать эти стихи мама обещала все а так как отец ее умирал она уже ползала как говорится не ходила маленькая умирал отец у нее у нее началась страшная золотуха у мамы и когда царица это увидела она сказала отправьте эту девочку девочка очень умная отправьте это вот как мы ничего не бережем отправьте эту девочку на лечение в Одессе в санаторий сейчас я покажу нет это она в техникуме Мариной горке где же это фотоаппарат сейчас минуточку минуточку только вот видите там написано вот сейчас покажу дальше Ехимовича вот мама вот мама вот бабушка стоит а а так как кормилец умер и он был бывший служивый да вот так таких детей принимали тогда не детский дом назывался а детский приют и царица пожертвовала 10 рублей на подарок и воспитательницы сделали ей подарок часы серебряные и было там написано надпись царстве от царицы такой а когда тетя Катя старшая выходила замуж а так как она хромая бабушка переживала но решила сделать ей подарок и вот эти часы папа просить не мог моей бабушке подарили тете Кате а когда дядя Володя узнал что папа арестован а Люба значит там Миклашевич Любови от царицы в день значит встречи и все он их а Борисови какие канализации не было он эти часы бросил в этот вот так ничего никакой представляете вот так только вот то что тут вот как ваша мать была комсомолкой и активисткой воспринимала вот эти факты ей биографии что царица она очень она все это живо помнила она рассказывала а как она воспринимала хорошо она ребенком была представляете была ребенком вот ей поручили это встретить царицу поблагодарить ее за такое что это самое ну советские часы цариц были в городе ну в советские часы конечно это не рассказывалось это уже рассказывалось после реабилитации нам она рассказывала внукам своим рассказывала вот то есть она в принципе она царей никого не она конечно она это молчала она молчала и тоже когда начались вот эти вот притеснения потом это же незаметно а потом прижимала все это и она сказала я это все напишу но вы это получите когда я когда будут другие какие-то перемены все возвращается говорит на круге свое может вам и не надо все ведать вот я еще хочу задать некольки ну уже мы ходко скончим пробачьте что мы вас так напружили вечер уже поздно стомились летом не меньше я еще хочу просто ну некольки таких оценочных пытаний вам задать ну вот как вы лечите ну нажали мы вашу маму не я думала что может быть янаня как воспринимала вот эти репрессии вы казали трошку да а вот как вы воспринимаете вот вот якое ваше ставлення до до той системы до тых людей які вашего батьку таким чином ну фактично забили в росквите годов яке вас покинули без батьки вымушены вы были вот так скитаться вот якое ваше ставлення вот какое мое ставлення вот я же уходила мимо комитета госпис опасности и кулаки в карманах держала вот а что я понимаю мама спасала нас как могла вот единственное что говорю вот при бомбежке когда мы были засыпаны она нам рассказала правду когда она нам сказала эту правду наверное когда получили бы о реабилитации в своих документах где я заполняла вот это все я же не писала мой отец умер в 1033 году я писала в Беларуси жили в Беларуси умер в 1933 году вот это я писала больше ничего бабушка моя когда случилась вот эта трагедия три дочери и у всех дочерей забрали мужей а потом ее дедушку вот этого святого человека забрали уже старика вот она возина видела Сталина но она не не боялась нам говорит и только говорила господи дай мне боженька силы дожить до того дня когда этот усатый помрет больше ничего не хочу но беденька не дожила в 1948 году она умерла вот и мы понимали и молчали что еще характерно было в нашем детстве мы не знали что у нас такая трагедия что ни у Аллочки отца нету что у этих мальчишек ни у Димки ни у Андрея что у Борисова отца нету мы это не понимали у нас нет у нас все отцы поумирали мы это не понимали но стоило нам детям что-нибудь развеселиться рассмеяться тут же бабушка тише тише перестаньте тише беду накликайте тише тише вы представляете вот вроде мы не знали а жили в каком-то нам нельзя было смеяться нам нельзя было веселиться смеяться потому что мы накликаем беду мы накликаем беду вот это осталось что у меня от детства осталось что мы смеялись Ну дети, есть дети Мы смеялись, когда уходили из дома Когда приходили из дома Мы очень тихонечко Тише, дети, накликайте беду Чего вы расшумелись? Накликайте беду Вот это вот, не зная о том Что это самое Но мама была очень осторожная Что ей оставалось Трое деток Трое деток Что такое быть женой врага народа Это очень страшно Я же говорю А ты говорила, как следователь Что он дал условия Чтобы вы покинули Город В течение 24-х Нет Мама убежала Когда мама вернулась из Москвы Я об этом рассказывала Ее встретила одна оставшаяся Из невысланных Говорит, 48 часов И тоже ожидала маму Мы тоже были высланы И поэтому, когда мама в 57-м году Приехала в Белоруссию И первое, что она сделала Наверное, уже тогда работал Этот музей Янки Купалы Где она встретилась С этой женой Янки Купалы И она ее узнала И говорит Любочка Ты живая Как хорошо Мы о тебе ничего не знали Потому что мама лично знала Янку Купала И она и Голодеда знала И Червякова знала Она Вот я только не знаю К Червякову или к Голодеду Они были очень талантливые Много детей И все утренники проводили Значит, приходила А жена Янки Купала Там руководила Видно, шестовала над этим И пять путевок На учебу Мама очень хорошо пела Пять путевок Говорит Ну, Люба, придешь Я тебе дам пять Получишься пять путевок В Москву На учебу Дальше Поэтому Ну, мама пошла Дали Ну, пять путевок А директор Должен записать Кого он там назначит Он Чтоб я своих лепших Директор Это Минского Чтоб я своих лепших Девчат Отправил в Москву Ногами там дрыгать Вот поедете Поднимать Сельское хозяйство В Беларуси И отправил Маму на учебу В Беларусь Марину Горку И она там Училась на агронома И закончила На агроном Этого Техникум Приехала в этот В Минск Тетя Лиза была уже здесь С дядей Иосифом Он уже работал Значит, в Минске Жили Они А дядя Иосиф говорит Любочка Ты городская девочка В большом городе родилась Ничего Что ты там в деревне будешь Коровам хвосты крутить Что ты Тебе нечего Поступай Вот с тебя получится Хороший юрист Поступай В Белорусский государственный университет На юриста И вот в 1927 году Мама Место Марины Это место Горок Должна была Она закончила Очень хорошо Должна была Ехать дальше Учиться В Горке Вот Получилось Что поступила Поступила Ну где-то в Горках Вучу все Еще такое Ну вот в угле Вот як вы лечите Ци потребны Ну таки хотя бы символичный Суд над коммунизмом По аналогии с Нюрнбергским трибуналом Обязательно Обязательно Почему мы прячем Как говорится Это конечно очень хорошо Что после войны Поднимают вот этих вот Людей Как говорится Уже почти никого не осталось Почему люди Которые столько для родимых сделали Столько сделали Так мечтали Как говорится О настоящей жизни Они собственно говоря Если так разобраться И отец мой После революции Но он сам учился Он был Тяга большая К учебе Он был безграмотным мальчиком Получил образование Мама получила Все ее сестры получили образование Все учились Все жили этим И пожалуйста За что? Ну почему? Их всех уничтожили Которые так любили Все родное Конечно обязательно Но почему Наше правительство Как эти Прячут в землю Не хотят Я говорю Я один раз была В этих куропатах И посмотрела Как Что уже там Это как говорится Плита Скамеечка Американским президентом Установлена была После этого Я сказала Я больше не пойду Не могу я больше Туда подниматься Не могу Вот Потому что Кругом И вот Плохо себя чувствовала Я бы Наверное в этом году Пошла бы туда В куропаты Но У меня давление Подскочило И я очень плохо Себя чувствовала Не смогла А ты был? Нет? Ты не ходил В куропаты 3-го числа Нет 3-го сейчас Я не ходила Не ходила Мне не получилось Вот А мне позвонили Я говорю Ну если я буду в состоянии Я конечно пойду Ну я горд часто ходить Там допомогая А вот Ну вот Як вы лечите Ну вот Просто по аналогии Кали С Нюрнбергским Трабуналом Тебе можно поравнать Вот Сталина И Гитлера Немецкий режим И советский режим Тобак Я считаю Что нас более Страшный Более страшный Тот Мы были для них Что? Низшая раса Мы были Ну Люди Которые он Шел завоевать А не Высшая раса Он уничтожал Но была ненависть Особая к евреям Почему Непонятно А у нас Свой народ Свой Ну ладно Отца я понимаю Уничтожили Из-за того Что он много знал Всех Кого он менял Все семьи Их Всех Как говорится Он знал И помнил Их фамилии Да Вот Знал Значит его надо было Быстро уничтожить Это мои догадки А вот Дядя Володя Этот самый Как говорится Тетя Лизин Бежал Из западной Белоруссии Что там Нет Только в советской Белоруссии Из западной Белоруссии Прибежал В советскую Белоруссию В Борисов Стал Шпионом Все Все его Познания Были Что он Работал Телеграфистом Больше Он ничего Не умел Ну конечно Что-то Закончил Рамотный Не говоря уже О тех Простых Людях От земли А вы скажите Ну вот Особистое Такое Ставлене Вот Коли бы вы Ведали Наприклад Вот Гэтых Людей Особистое Які Раштовывали Які Расстреливали Вашу Батьку Ну Йос Некая Там Крылда Ці Ці Жадання Помсты Некой Особистое Гэтым Людзем Што б вы Им сказали Гэтым Людзем Наприклад Катам Гэтым Палачам Які Ну Галі Была Мавчымысь А їх Всех Самих Расстреляли Каму Было Чего Гаваліць Їх Ж Всех Расстреляли Што Можна Сказать Їм Гаваліли А не Стреляли Вот А тепері Думай А откуда Такая Жестокость Правильно Непосредна Да Выканавцю Такой Некой У вас Там Крюд Эти Бося Я думаю Что это Несчастные Люди Потому что Я не Представляю Себе Представляете Как Это Можно Кого-то Убить Как Это Можно Если Он Это Сделал Он Несчастный Человек Он Несчастный Его Заставили Или Он Был Настолько Уверен Что Он Уничтожает Врагов Я Не знаю Я У меня К ним Нечего Это Или Роботы Или Несчастные Люди Чтоб Не Можна Иметь А Як Вы Лечите Какие Наступства Гэтых Репрессий Коммунистичных Самые Страшные Для Теперешние Грамадства Беларуси Можете Такое Своя Думка Выказать На Гэты Конд Об Этам Трудно Что-то Я Думаю Думаю Другой Раз Думаю Ну Вот У нас Же Тоже Столько Людей Пропало Ну Не Унесли Же Их Эти Инопланетяне Тот Жиганчар Тот Же Этот Самый Как Мальчик Этот Который Ваш Коллега Да Вот Не Унесли Же Их Ну Почему Я Хочу Сказать Если Наш Президент Можно Это Говорить Нельзя Если Наш Президент Такой Любовью Пользуется У большинства Населения Белорусского Не только Белорусского У меня же Родственники Живут В России Они молятся На нашего Президента Отдаем Отдаем Пожалуйста Собирайте Собирайте Вот Они молятся На нашего Президента Понимаете Молятся Единственное Что Наверное Или Наш Народ Еще Не Созрел А Требуется Пережив Вот эти Все Репрессии Пережив Да Требуется Еще Кулак Такой Что То Что Делается Сейчас На Украине До чего Можно Дойти Значит Чтобы у нас Танки Ходили Понимаете Это страшно Мне например Вот Если я Увязываю С нашим Вот этим Я не знаю Там украинцы В украинцев Стреляют Ну кто Так Какая Что там Армия Же Есть Почему Она Уничтожает Своих Это Страшно Поэтому Откровенно Говоря Вот Я больше всего Сейчас Этого Боюсь Ну еще Такая Ремарочка Могу Сказать У меня Муж Мы оба С ним Закончили Инженерно-строительный Институт Он работал Как это От мастера До Управляющего Трестом Директором Института Проектного Таким И когда он Работал Главным инженером И мы с ним Работали В одной Организации И ко мне Подходили Рабочие Ну Мастера Прорабы Он был Главным инженером Мы были молодыми Еще Относительно Меня По отчеству Называли Яновна А его По отчеству Карпович Яновна Скажи Карпович Хоть раз Матюгнулся Нет Ну Дом Он Матюкается Я говорю Нет Зачем Ну Как Мы Мы его Пытались И так И этот Ну Чтоб он Хоть Раз Нас Нет Он С нами Разговаривает Спокойно Грозно Но Ни разу Он Никого Не оскорбил Ни разу Никого Вот Если бы он Пугнул Матом Сказал Вот Я побежал И сделал А так Думаю Ну Как Это Так Он Матом Не ругается Вот Специально Я бы С большим Мы Говорят Его Очень Уважаем Но Я бы С большим Желанием Сделала Для него Он Был Наш Если Он Матом На нас Матюгнулся Я говорю Я не знаю Дед Его Закончил Церковно Приходскую Школу В 97 Лет Умер Отец Моего Мужа Самое Что Я слышала Когда Он Рассердится Нас Чтоб Холера Тебя Взяла Ни разу Я Когда Мы Жили В этом Луко В Лисках И От Освободения Уже Белоруссии И мама Забрала Бабушку Из Борисова К нам Сюда В Лиске Чтоб Мы уже Жили Неплохо Мама Как адвокат Неплохо Зарабатывала Забрала Бабушку И вот Снимали Мы Хаду И приехал Значит С фронта Вернулся Муж Нашей Хозяйки И вот Он Ее Эту Хозяйку Нашу Это Ремарка Просто Такая О нашем Белорусском Народе Какой Он Был Ему Тузит И палками Гоняет И матом Ругается И бабушка За голову Возьмется Ай Ай Да что Это За мужики В России Чтобы Наш Белорусский Мужик Ножонку У меня Было Два Мужика Чтоб Хоть Один Раз На Меня Руку Поднял И Чтоб Он На Меня Хоть Один Ругнулся Никогда Этого Не было Чтоб На Жену Ругаться Чтоб На Женку Ругаться Мата И Вот Ями Привозит Меня Муж Белоруссию В 61 Году Пошел На Работу Я Значит Дети Получили Квартиру Он Говорит Тут Ты Не Думай Как На Казахстанской Магнетке Ну Хорошие Магазины Тут В Магазинах Все Есть Выйдешь И Объяснил Ночью Приехали Я Побежал На Работу И Я Значит Уйду В Магазин Наш Первый Солигорский Магазин И Вижу Такую Картину Бежит Пацаненок Вот Такой Заним Мать С Прутом И Матом На Этого Мальчугана А Чтоб Туда Твое А Чтоб Сюда Эту А Чтоб Чтоб Я Стала Рот Рот Раскрыла Думаю Господи Это Белоруссия Куда Я Приехала Бабушка Моя Говорила Что Мужики Белорусские Матом Не ругаются Мой муж Матом Не ругается Дед Его Отец Не ругался Никогда И Вдруг Молодая Баба Бежит За Своим Сыном И В Три Этажа Матом На Него С Теперь Девчонки Матом Ругаются Идут Молодые Люди И Общаются А А Парень Ты знаешь А я Вот Что С нашим Народом Стало Что Можно Думать Я Не знаю Нема Ничего Белорусского Народа Не осталось Мы Тугаемся Может Нечто Осталось Все-таки Дякую Великой Дослава Яновна Мы Уже Повно Пойдем Уже Поздно Требу Вам Отпочить Еще Светло Вось Мы Тады Яка Працуем Гэтый Запис Тады Ягору Отдадзем Ну и Йон Будзе Вот Я кажу Ну Спачатку Мы Частко Выкарастаем Некоторые Фрагменты Для Виртуального Музея Советских Репрессий Беларуси Менавито Что Датычать Ваша Батьки Ну и То Что Иншее Вы Згадывали Паспробуем Высветлить Что На Гэтых Вэтаздымках Что За Люди Я думаю Что Без Праблем Вось Службов Ваша Батьки Соправды Вельми Цекавые Успамины Вельми Цекавые Лес Ну Такие Вельми Сумны Конечно Але Для нас Важны Такие Успамин И Лес Ваша Батьки Соправды Ну Не особисто Было Цекаво Потому что Ну Я Вот Просто Я Чему Казала Про Бронислава Тарашкевича И Франтишка Олегновича Потому что Я У гэта час Былі Паминяны А вот Гэта Люді Причем Франтиша Каляхнович Гэта И он Был Паминяны Назад Там И он У Вильня Жив Пасля И Написал Може Вы Чули Книжку Дарыч Рекомендую Калі Вы Не Читали У Каптеров ГПУ Яго Арештовали У 27 Годзе И он Был На Соловках И В 33 Годзе Яго Які Бы Старшыня Савянска Работніцкой Грамады Які Сядзе У Польшы Вось И Тарашкевич Канешна Жа Стралялі Тут Вось Але У 38 Годзе Не У 34 Вось А Франтиша Каляхнович Написал Книгу Успамінау Якая За 30 Год До Солженицына Расповідала Про Гэты Пачатак Гэта ГУЛАГУ Тадда Яшы Услон Управлення Савянскіх Лагеря Асобого Назначення Вось Гэта Усе Жахи Причым Оляхнович Як Драматург Он Был Вельмит Алянавит Драматург Яго Называли Батькам Белорусского Театра Вось Йон Дастолькі Цікава І Такая Мога Яго Заднав Боку Легкая Зайншая Боку Он Расказывая Про Гэта Жахи Вось Савянскіх Репрэсій Вельміраю Почитать Гэта Кніжка Была Пераведзіна На 7 Моў Європейських І Расповсюджувалася У Європі За 30 Гадов До Солженицына Вот Яго На 44 Годзі Семсят Гадов Таму Яго Увильнием Жил Яго Нехта Забіл Махчыма Гэта Былі НКВТ Вчора Ще Была Увильні Ніяк Небагу Была На Яго Магілі Знайшла Яго Магілу Вось Ну Просто Для мене Такі Асабіста Важны Такі Момант Бранислав Тарашкевич Калі Введайці Аутар Першай Беларускай Граматыки В 18 Годзі Она Была Написанная Вось Тобак На сам Рэч Батька Ваш Спрачынився Саправды Цікаво Было Паслухаць Паглядзець Больш Дакладна Ведаць Біаграфію Але Вось Дяких Рэч Дяких Дякой Нашей Гісторе Скажам Так Вось Так што Можж быть Дзякуюч Вашому Батькі Вось Гэтая Батьку Гэтая Кніга Была Напрыклад Як Такі Можж быть Ягорзнойди Гэтую Кнігу Вам Почитаць Дзякую Вам Умерла Дочка Дзя Давно Умерла Сын Аллен Леша Кашкер На фамилии Отца Значит Вот он Я Это Сколько Вот я Была На похоронах Это Когда Было В апреле А Вот Тоже Правильно Да В апреле Месяце Вот Он Дома Умер В апреле И Вот Я Все Он Получилось Что Он Дружил С Гончаром Работал На телевидении И После Вот Всех Этих Событий На него Запрет Работы Он Не мог Работать На телевидении Хотя Он Закончил Институт Сначала Иняс А потом В Ленинграде Институт Вот Этих Режиссеров Телевидения Ему Запретили Работать И Вот Он По существу С Этим Заработком Таким И Пока Не Разогнали НТВ Он Работал Давал Материал Из Белоруссии На НТВ Вот А потом После того Как НТВ Разогнали Он Остался Без работы И тут Такими Этими И я Все просила Лешенька Ну давай С тобой Встретимся Давай Чтобы Наверное Какие-то документы Сохранились Сохранились Наверное Не Может Быть Чтоб У Мамы Не Было Про Папу Ничего Во Всяком Случае У Аллочки Должна Была Сохраниться Он же Был Выслан Сначала Справом Переписки И у нее Были Вот Эти Все Письма На Белорусской Мове Отец Ей писал И вот Я Сейчас Попытаюсь Связаться С С Ночкой Это Для нас Были Надей Плохо Что Они Разошлись Леша Разошелся Со Своей Женой Ну а Дружба У нас Осталась Из Первой Его Живу Ной Она Фигуристка Тренером По фигурному Катанию Сейчас Уже Лизонька Это Внучка Леша Моего Значит Моя Правнучка Племянница Такая Нучатая Правнучка Вот И Так Он Оттого Что Он Мне Все Говорил Тете Рада Ну что Я Не Работаю Ну У Мне Такое Это Ну Мне Нечем Хвастаться Перед Да Не Надо Хвастовство Ну Что У тебя Остались Какой-то Архив От мамы Остался Ты Может Там Что-то Есть И Об Отце Моем Все Это Есть Все После Моя Мама Старший Сын Тетя Лизин Он Всю Войну Прошел И Потом Закончил Академию Остался Работать Преподавателем В Академии Военной Академии В Москве Вот И Диктуйте Диктуйте А я Позаписываю Вы же Все Помните Давайте Вы Мне Надиктуйте Ну Мама Один Раз Ну Видно Ей Это Уже Было В таком Возрасте Полело Начинает Диктовать У него Поднимается Давление И Позаписываю Ну Приедьте Еще Вы же Что такое Из Ростова Тогда было Просто Приехать В Москву Вот Приедьте Ну Вот Ее Болезнь Одна Операция Следом Вторая Операция И Вот Это Видно Было Физически Просто Это Все Но Что-то Она Диктовала А Он Тоже Внезапно Вот У него Инсульт Он Расстроился Страшно Его Инсульт Забрал И Это Само Он Умер Сохранила Его Жена Что-то Не Сохранила У меня С ней Ник Я Уже Через Своих Двоюродных Сестер Прошу Найдите Вы Тетю Эту Тоже Ее Паня Звали Я говорю Найдите Ее Может Какие-то Не Может Быть Чтоб Она Выбросила Эти Архивы Юрикина Там Наверное Мама Что-то Надиктовала А с Юрой Вот Скажите Он же Знал Он же Взрослым Мальчиком Был Когда его Отца Арестовали Дважды Можно Сказать Первый Раз Выслали Второй Раз Он Сбежал Чтобы Пообщаться С детьми Его Тут же Забрали И Увезли Он Закончил На Неотлично 10 Классов В 41 Году Юра Это Кто? Сын Матюкевича Тетя Лиза Старшая Вот И он Фронт же Быстро шел И он Как комсомолец Он был Такой Активный Как Коксомолец Начал Бежать На Восток И Наконец Встретился С этими Самыми Воинскую Часть Нашел И Говорит Я Такой Такой Вот Закончил Но Документы Взял Комсомольский Билет Аттестат Зрелости И Все Пиши Биографию Что ты Он Написал Биографию Я Такой То Мать Учительница Отец Враг Народа Репрессированный И Вов Строй Бат На Передовую Значит Солдатом Штраф Бат Или Штраф Бат Или Строй Бат Но Они Строили И Восстанавливали Дороги Вот Потом Это Значит Было Наверное Ездили Под Таким Этих Комиссары Под Таким Это И Выбирали Таких Молодых Побили Женого Ну Лицо Он Очень Красивое Такое Лицо Духотворенное Мальчик Такое Ну Вот Родители Вы Что Видели Матькевич Я вам Показывал Юрка Спрашивает А Ты Чего Здесь Не Знаю Что Ты Десять Классов Закончил А Чего Ты Здесь Делал Раз Его В Это В Училище Он Уже Там Мне Написал Что Сын Врага Народа Он Уже Там И Вот Он Всю Войну Прошел Получил Ранение Дослужился До Капитана Закончил Войну Его Направили Учиться Дальше В Академию Имеет Правительственные Награды И Вот В один Прекрасный День Его Совесть Мучает Что Он От Партии Скрыл Что Он Сын Врага Народа И Вот Он Встает На Партийном Собрании И Говорит Так И Так Я Вот Виноват Перед Партией Я Скрыл Что Я Что Вы Думаете Ему Строгий Выговор Занесение Чуть Там Поднимали Руки Исключить Из Партии За То Что Он Всю Войну Имеет Ранение Имеет Награды Нет Скрыл От Партии Вот Какие Были Верные Люди Как Они Верили В Светлые Ради Этого Умирали Ради Этого Страдали Вот А Вы Говорите Как К Этому Относиться Вот Как К Этому Относиться Ну Дупенька Дякую Вам Великий Пробачьте Что Мы Вас Троху Замучили Чай Не Чай Не Попили Я Специально Конфеты Купила Ну Я Думаю Что Конфеты Не Пропадут Печень Купила Пробачьте Мы Что Что Т Дел Да Ну Ну Хоть В Конфеты Продолжение следует Продолжение следует...